Приветствую вас! Вы просите нас помочь вам, но не пишите, к сожалению, в чем именно вам нужна помощь. Дело в том, что единственный ваш вопрос, который вы задаете, это в самом конце своего письма, где вы спрашиваете, зачем она это делает. И лишь идет про ту самую женщину, которая портит вам, ну, как я понял, портит вам отношения с вашим молодым человеком. На самом деле, на самом деле, она делает это для того и потому, что так же, как и вы, в него влюблена. И в отличие от вас, она по какой-то одной ей видимой причине считает, что у нее больше шансов построить отношения с этим мужчиной, чем у вас. И она всячески пытается его переориентировать на себя. Так, чтобы мужчина выбрал, значит, ее, а не вас. Вот, в принципе, и все ее цели, которые преследует этот человек, эта женщина. Но вам ведь от понимания этой цели, наверное, не станет легче. Потому что мужчина, как и не был с вами, так он и не с вами. И вы, скорее всего, просто сейчас находитесь в пространстве. Вы не знаете, как вам лучше всего поступить. Я думаю, что если мужчина хочет быть с вами, то он с вами однозначно будет. И в этом его не остановит никто. Ни другая женщина, ни расстояние между вами, ни что-либо еще. Если мужчина хочет быть женщиной, он так или иначе будет. Другое дело, хочет ли он этого. Вот вы пишите, что вы поругались из-за этой самой женщины. То есть вы, по сути дела, как я понял, устроили ему цену ревности. А в принципе, то, что вы сделали, это естественно. Но естественность в данном случае, к сожалению, совершенно не означает того факта, что мужчине нравится то, что вы делаете. А если уж говорить на чистоту, то при наличии у вас отношений с ним на расстоянии, цены ревности могут только лишь еще больше мужчину от вас оттолкнуть. И если вы этого не хотите, то вам требуется превращать все усилия для того, чтобы мужчину в десний раз от себя не отвращаться. То есть вам нужно, вне зависимости от того, как ведет себя та другая женщина, самой, вести себя уверенно, целеустремленно, вести себя так, как будто кроме вас никого больше не существует. И отчасти это действительно так. Ведь уверенная в себе женщина воспринимает отношения с мужчиной, со своим мужчиной, который ей нравится, с которым она хочет быть, именно таким образом. То есть так, как будто в мире кроме них вдвоем больше нет никого. Это поведение совершенно верное, правильное и нормальное. Если вы будете показывать мужчине, во-первых, что вы ревнуете, то вы будете у него одновременно создавать ощущение, что вы лишаете его свободы, что очень неприятно. во-вторых, что вы привязаны к нему. Это означает, что мужчине, в общем-то, не нужно будет особо стараться для того, чтобы вас, скажем так, удержать. А это, в самом деле, тоже не стимулирует человека хорошим отношением. Ну, и вы сами для себя, свою жизнь, свои отношения с мужчиной рискуете превратить, по сути дела в один такой большой ареал для сын ревности. Если вы любите его, то хотите ему счастье. Если вы любите его, то вы понимаете, я надеюсь, понимаете, что ему не очень-то приятно, что, по сути, с одной стороны, есть вы, которая хочет быть с ним, с другой стороны, есть другая женщина, которая тоже хочет быть с ним. И все это достаточно сильно давит на его психику. Все это достаточно сильно давит на него и уж точно не создает какую-то приятную, жизнеутверждающую, позитивную атмосферу для него. Поэтому вполне возможно, что он исчез именно потому, что хочет побыть немножечко наедине с собой, привести свои мысли в порядок, дабы определиться уже с выбором, может быть, или просто отдохнуть от постоянного давления. Давайте подумаем, вот над чем. Что вам нужно делать, чтобы как-то немножечко гармонизировать ваши отношения с молодым человеком, с мужчиной. Чтобы гармонизировать отношения, нужно создавать все шишки, плюсы для того, чтобы он был с вами. То есть нужно показывать ему как можно более откровенно, как можно более ярко, как можно более четко и ясно, показывать мужчине, что вот с вами ему будет хорошо. С вами ему будет приятно. С вами у него будет все то, чего он хочет. Простите, если мужчина будет знать, что с вами он получает, ну скажем так, либо только один, например, негатив, да, либо там что-то еще, то, конечно же, он не будет с вами, его будет обталкивать и отвращать только в ваше общение. Тем более, что общение ведется по переписке дистанционно. Далее, вам нужно вместе с позитивом и вместе с определенной легкостью в общении, вам нужно также в обязательном порядке стараться говорить с мужчиной о том, когда вы будете вместе. без этого, без разговоров о том, когда вы будете вместе, и без предпринимания каких-либо шагов к тому, чтобы в реальности быть вместе, ваши отношения обречены на неудачу, на провал и на, по крайней мере, с вашей стороны достаточно серьезные страдания. Чтобы этого не было, нужно вопрос, связанный с подобным, проискать достаточно четко и смотреть на поведение мужчины. Если он хочет с вами быть в реальности, он будет. Но для этого ему нужно четко понимать, что он получает, если находится с вами. Я думаю, что вы согласитесь со мной, если я скажу, что очень легко забыть, как важно для человека делать в какие-то моменты, как важно именно на другого направлять свою энергию, а не на себя. И я думаю, не нужно напоминать, что в процессе отношений, тем более отношений на расстоянии, очень легко забыть о другом человеке и думать только о себе в этом контексте. Поэтому вам здесь нужно быть предельно четкой, предельно внимательной так, чтобы мужчина все-таки был именно с вами, чтобы мужчина все-таки четко понимал, что ему нужно от вас и что вам нужно от него. Ну и, пожалуй, самое главное, на мой взгляд, это то, чтобы вы не останавливались на своем общении, чтобы вы старались продвигать общение дальше, чтобы вы постоянно двигались дальше, вперед, чтобы вы постоянно думали о будущем, чтобы вы... Также очень важно, чтобы вы думали о себе в отношениях, чтобы вы не позволяли мужчине вас использовать и водить за нас. И немаловажно, чтобы вы были ему равны. То есть, равенство здесь – это возможность совершения определенных поступков. Например, мужчина может позволить себе пробовать на четыре дня, а вы изводите себя мыслями, накручиваете себя, наверное, злитесь на него и так далее. Вот, чтобы не было таких моментов у вас, ну, нужно, вообще-то говоря, немного. Вы должны всего лишь уметь себя занять и уметь находиться в гармонии с собой, наедине с собой. Если вы этого не можете, значит, в мужчине, в своем молодом человеке вы находите именно то, чего не достает лично вам. И вот тогда, если это так, нужно подумать, чего же вам не достает, чтобы получить это и быть равны ему. И если вы будете равны ему, то вы будете представлять для него куда большую ценность, чем сейчас, и, тем самым, повысите свои шансы на успешное развитие отношений. На этом все. Надеюсь, что помог у вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Продолжение следует...